Добрый вечер. В эфире новости из Венгрии на канале М1 и ведущая Мария Лопатто. Коротко о главном на сегодня. В интересах Венгрии поддерживать тесные и эффективные экономические отношения с Турцией, заявил министр иностранных дел Венгрии после встречи с министром промышленности и технологий Турции в Будапеште. По словам Петра Сиярта, на увеличение торгового оборота венгерский Эксимбанк выделил кредитный пакет суммой 220 миллионов долларов. Кроме того, вступило в силу соглашение о возмещении НДС и будет упрощена таможенная администрация. Петра Сиярта подчеркнул, что для Венгрии особо важное значение имеет возможность закупать природный газ с южного маршрута. Поэтому правительство рассчитывает на поставки газа из Турции. Согласно соглашениям с заключенным сербской стороной Газпрома, в сентябре венгерское правительство объявит тендер на использование мощностей сербско-венгерского газового интерконнектора. Кроме того, мы рассчитываем на то, что со стороны Азербайджана в ближайшем будущем тоже появятся новые мощности, которые через Турцию можно будет интегрировать в систему газоснабжения Центральной Европы. Венгрия по-прежнему поддерживает расширение Евросоюза. Об этом говорил Петра Сиярта уже в Тиране. Министр назвал печальным тот факт, что на саммите ЕС на прошлой неделе было принято решение отложить начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонии. По мнению Петра Сиярта, неприемлемо, что присоединение этих государств нужно ждать до 2025 года. В то же время он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему тесно сотрудничает с Албанией для обуздания нелегальной миграции. В интересах континента сотрудничество Востока и Запада Европы, заявил госсекретарь венгерского МИДа после встречи с заместителем министра иностранных дел Белоруссии в Минске. В истории Центральная Европа много потеряла из-за конфликта Востока и Запада. Поэтому так важна политика Евросоюза, построенная на добрососедских отношениях с Восточной Европой. В частности, на тесном сотрудничестве и экономической интеграции с Белоруссией, считает Тамаш Менцер. Сохранение сотрудничества между Западом и Востоком в наших интересах с точки зрения безопасности и экономики. Поэтому мы поддерживаем политику Восточного партнерства Евросоюза и выступаем за ее укрепление. В Венгрии продолжается жара. В такое время особенно заботятся о младенцах и пожилых людях. Но всем рекомендует не перетруждаться в такую погоду. Самую высокую температуру сегодня мерили в Будапеште – 35,9 градуса. Всего 0,2 градуса не хватило до нового рекорда. Завтра будет еще жарче. Метеорологи предсказывают 37 градусов. В городе Шоперн стартовал крупный музыкальный фестиваль «Вольт». За пять дней мероприятия зрителей ожидает около 200 программ. Так выглядел кемпинг фестиваля «Вольт» в среду утром. Море палаток простилается до горизонта. И поток посетителей с багажом и палатками не прекращается. На входе, как и в прежние годы, их ждет строгий контроль безопасности. Многие гости приезжают на Шопровский фестиваль не впервые. Молодых посетителей можно встретить не только на площадках, но и на улицах города, где уже не осталось ни одного свободного гостиничного номера. Большинство было уже забронировано за месяц и вперед. Завсегдата и фестивали начинают бронировать места уже в декабре. И к марту 80% гостиничных мест уже занято, заявил директор портала по бронированию. Посетителей в течение пяти дней ждет более 200 программ. Кроме группы «Слэш», один из самых долгожданных участников группы «Блекайт Пиз» и музыкант Рубин Шульд. В среду вечером на большой сцене выступят американские группы «Папа Роуч», «Цайперс Хилл» и «Слэпнат». Отличное место для экскурсий во время летнего отдыха – Паулинский монастырь в лесу между селениями Шалфельд и Абрахамхэд на северном берегу Болотона. Это лучше всего сохранившиеся руины в Карпатском бассейне. Орден Паулинов – единственный монашеский орден, основанный в Венгрии в XIII веке и действующий до сих пор. Город Тапольца с домами в средиземноморском стиле, зданием мельницы и парком вокруг озера Малом – один из самых живописных уголков Венгрии. Соборный холм был заселен уже в пятом тысячелетии до н.э. Температура карстовых вод в озере круглый год – 18 градусов. Насладитесь романтичной атмосферой в уютных ресторанчиках на берегу озера. И это все на сегодня. Смотрите нас завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok